Приветствую вас, уважаемые коллеги, с вами снова Стас Быков и вы на моем авторском канале. Прошлое видео вам очень хорошо разошло, я вижу, что тема про Инстаграм вам очень интересна. Поэтому в продолжении темы, сегодня я хотел бы записать видеоролик на тему, как загружать фото, фотографии в Инстаграм с компьютера. Есть очень много сервисов, очень много программ. Я все уже перепробовал, пересмотрел. Какие-то платные, какие-то мошеннические, потому что воруют ваши логины и пароли. Какие-то глючат и урезан функционал, они не совсем меня устраивали. Но я свой выбор на данный момент все-таки остановил на программке Grumble. Об этой программе я вообще писал еще, так, смотрите, я на блоге своем писал в 2013 году об этой программе. С тех пор она перетерпела много изменений и я думаю сейчас тот результат, который она выдает, это идеальное просто сочетание. Она и бесплатная, то есть вы бесплатно спокойно ее скачиваете, устанавливаете и можете загружать туда свои изображения с компьютера. Меньше слов, больше дела. Давайте я вам покажу ссылку на этот сайт, я вам оставлю в описании. Кстати, некоторые мне пишут, что постоянно какие-то рекламные обзоры. Я хотел бы здесь маленькое уточнение сделать, что это не рекламные обзоры, а я рассказываю о тех программах и сервисах, которые пользуюсь лично сам для осуществления и достижения определенных задач и целей. Поэтому все, что я нахожу и облегчает мою работу, я просто вам рассказываю. Без этих задач, без этих сервисов, без этих программ очень сложно работать вообще в интернете. Поэтому все, что я на себе пробую, я вам рассказываю. И этот вопрос давайте отложим, чтобы мне больше не писали по этому поводу. Все, что я размещаю на своем канале, оно действительно, это крутые штуки и ими можно пользоваться. Так вот, ссылку я вам оставлю под этим видео. Просто переходите, скачивайте версию для Mac или для Windows, в зависимости от того, какая у вас операционная система. 32 бита, 64 бита. Все очень просто. Скачивайте заархивированный файл, потом разархивируйте его и запускайте программу. Программа стоит из одного экзефайла. Двойным кликом мыши вы его запускаете. И дальше нужно будет пройти регистрацию в программе. Тут здесь внимательно, некоторые могут неправильно понять. Вам здесь нужно, еще по умолчанию будет стоять английский язык. И будет не совсем понятно. Вам здесь нужно нажать регистрация в программе. Что нужно здесь? Ввести ваш рабочий email, придумать себе пароль. Пароль для программы Gramble. И дальше вы вводите ваш юзернейм от инстаграма. И также пароль. Пароль не бойтесь вводить. Я проанализировал. Программа стабильно работает и никакого фишинга здесь не будет. Единственное, я хочу уточнить, что когда вы... Сейчас сразу покажу. Когда, если у вас на аккаунте инстаграм включена двухэтапная аутентификация, то вы ее на время регистрации в этой программе выключите. Потому что иначе регистрация не пройдет и вы не сможете зайти в свой аккаунт. Потом можете включить после регистрации. Так вот, вы получаете... Вы придумываете к этой программе email и паспорт. С помощью них вы будете входить. У меня уже он есть, поэтому я нажму вход. Вообще, можете сразу поменять язык на русский, если вам так удобнее. Так, сейчас я авторизуюсь. Ввожу свой email, который указал при регистрации. И пароль. Нажимаю вход. Проходит авторизация. И все, вы находитесь в личном кабинете. Здесь есть какие-то дополнительные фишки. Возможно, вам они будут интересны. Посмотрите. Здесь зарабатывать монеты и потом что-то проявлять активность. Я в этом, если честно, эту часть блока не трогал. Поэтому меня здесь интересует только размещение фотографий. Здесь можно создавать график публикации. То есть, сделать отложенные публикации. Это тоже очень хорошо. Также здесь есть фильтры. Давайте, прямо на деле покажу. Так, сейчас какую-нибудь фотографию. Перетаскивайте просто фотографию сюда. Формат выбирайте. Ну, у меня один к одному уже сфотографировано. Смотрите, очень удобно. Вы можете сделать фотографию и вырезать ее. Дальше вы можете применить фильтр. После выбора фильтра нажимаете применить, сохранить. Происходит изменение фотографии. Ну и дальше переходим на последний шаг. Это у нас написание текста, описание к фотографии и теги. Пишем какой-нибудь заголовок. Здесь, внимание, можно сделать смайлики, если у вас они приемлемы. И также запланировать размещение фотографии на другое время. Ну, я сделаю мгновенно. И нажимаем отправить. Так, давайте проследим. Все, фотография размещена. Заходим в историю. Отсюда же, кстати, мы можем удалить фотографию. Обновляем свой аккаунт в инстаграме. И все, фотография у нас на аккаунте. Ставим себе лайк. Так, в принципе, программа работает. Поэтому пользуйтесь. Оперативную память процессора она не грузит. Поэтому можете спокойно ее запускать и пользоваться. Если вы знаете какие-то другие сервисы или программы более удобные, или чем вы именно пользуетесь, пишите в комментариях. Все это обсудим. Так, пожалуй, тему я раскрыл. Показал, чем я пользуюсь. Чем я размещаю фотографии. Так, все, все работает. Пользуйтесь, пожалуйста, ждите следующих видео. Обязательно нажмите на колокольчик, потому что не все подписчики видят мои новые выпуски. Но когда вы нажмете на колокольчик, в момент размещения видеоролика, вы сразу получите уведомление. Ставьте лайки и пишите ваши вопросы и комментарии под этим видео. Ссылка на программу будет тоже так же в описании к этому видео. С вами был Стас Быков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok